А в микрорайоне Бузарык в Шымкенте, который в советскую эпоху считался дачным массивом, насчитывается порядка 150 семей. В холодные зимние дни здесь постоянно проживает всего 48 семей. Все они сегодня, как один, вышли на улицу в надежде решить проблему с электроэнергией, дабы не остаться без света в новом году. По словам местных жителей, председатель дачного кооператива на протяжении 16 лет терроризирует дачников. Дело доходит до полного отключения электричества. «Я уже устала жить так в темноте. Сколько может это продолжаться? У меня температура поднялась и давление. Понимаю, если бы я была должником. Но у меня даже переплата по счётчику, а света нет». «Это просто её личная как бы инициатива и личный произвол. Ничего там не...» «А в суд нельзя подать?» «Подали, нам вернули дело, прокуратуру мы написали, дело вернули в Акимиад. Акимиад отдал местному правлению. Местное правление. Сейчас вот якобы разбираемся уже. Мы, правда, уже какой год разбираемся, но никак». Уставшие от пустых обещаний председателя кооператива местные жители стали обивать чиновничьи пороги. В ход пошли даже письма в прокуратуру Картавского района. В последние инстанции всю ответственность взвалили на представителей районного Акимата. «Мы объяснили местным жителям, что не можем вмешаться в это дело. Это кооператив. Мы им посоветовали провести всеобщее собрание жителей и переизбрать председателя, составить протокол и принести его к нам. Лишь после этого будут избраны пять членов правления, которые и будут отвечать за всё коммунальное хозяйство собственников». Дачники уже избрали нового председателя. Составленный протокол заседания жители дачного кооператива направили в районный Акимат. Но тут началась новая волокита. Оказалось, что получить документы от бывшего председателя кооператива не так-то просто. Сегодня местные жители вынуждены осаждать дом бывшего главы кооператива.